Дорогие друзья, добро пожаловать на перископную глубину. Ну и, наверное, в первый раз за все время я начинаю ее сразу же по-русски, потому что мой собеседник сегодня, прошу любить и жаловать, Джон Вороли. Я не буду его представлять, потому что он великолепно представит себя сам. Джон, добро пожаловать на передачу. И, пожалуйста, расскажи о себе в нескольких словах. Спасибо за приглашение, очень приятно с вами общаться. Что вы хотите, краткую биографию или длинную биографию? Что вы хотите? Давай вкратце. Хорошо. Ну, я как-то вырос в семьи госслужащих, ну, понятно, наше федеральное американское правительство. Папа был в посолство в Белгию, когда я был подростком. Там закончил школу в Брюсселе во время Холодной войны. Тема Холодная война, это моя тема. Я с пяти лет, с пяти лет я смотрю документальный фильм о Советском Союзе и Россия. С пяти лет. Это была моя страсть, мой интерес с пяти лет. И я учился на эксперт по России в Корнеллском университете. У меня два диплома. Эксперт по России и диплом по... Есть такой, Russian Studies, есть такой диплом. И еще диплом по американской внешней политике. Ну, собственно, я, понятно, я хотел на госслужбу, быть дипломатом. Но Советский Союз рухнул, и я остался безработным. Это в девяносном году. Мне говорилось, что, пожалуйста, вы можете у нас работать, но только Близний Восток, пожалуйста. Нам нужны эксперты по Близьему Востоку. Это начало девяностых. Эксперты по России, по Советскому Союзу нам не нужны. Ну, понятно, начало девяностых. Я сказал, все, нет, до свидания, я не хочу быть экспертом по Близьему Востоку. Я самостоятельно отправлялся в Россию, приехал в Москву в июне, в июне 92-го года. И жил 20 лет. Я приехал на три месяца летом 92-го года, я приехал на три месяца, и осталось 20 лет. Ну, такое бывает, да? Бывает. Не часто, но бывает. Из этого 15, из этого 20 лет я был корреспондентом, крупные американские СМИ, там сначала Нью-Йорк Таймс, потом Блумберг, и два года информагенцией Рейдерс, но телевидение, отдел телевидения. И я очень хорошо знаю, что такое американские западные, крупные западные СМИ. Ну вот, и уехал из России в конце 2012 года. Получается, уже сколько? Да, почти, да, 11 лет я здесь. Но вот очень интересно, но очень важно это сказать, что когда я уехал отсюда, отсюда, из России, но нет, 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 пока я еще жил в Россию, я начал работать в Украине с 2006 года. Сначала как корреспондент, я как был корреспондентом и в России, и в Украине, часто туда ездил. Потом, когда я открыл свое пиар-агентство в 2010 году, летом 2010 года, я начал работать в Украине, Киеве, очень тесно, очень много клиентов, но абсолютно не в политическом арене. Это было в основном область культуры, филантропия, как филантропия, благотворительность, и технология, IT. Политикой я абсолютно никогда не занимался, ну, я эксперт по геополитикой, все это, но я решил, очень важно объяснить, я решил, давай чуть-чуть назад, в 2003 году я решил стать экспертом по культуре, корреспондент по культуре, ну, можно найти все мои статьи, там, онлайн, можно найти. Я начал, я сказал, вот, я буду журналистом строго по культуре, потому что геополитика уже нету, нет. Вы помните, начало 2000-х, но нет геополитика. Но только есть один гегемон, Америка, есть там война в Ближнем Востоке, но это уже как такой сайдшоу, как мы говорим, это уже как-то, ну, понятно, не совсем сайдшоу, там, Афганистан, Ирак, но это уже как-то неинтересно было, это небольшая геополитика, это местные, так и местные, локальные конфликты. Большой геополитика нету, я думаю, что все, я буду экспертом по русской культуре, поэтому до сих пор много людей знает меня как эксперт по русской культуре, как это странно звучит. Да, я это все говорю, потому что я начал работать там с Украины со шестого года, потом, когда мы уехали, извините, я понимаю, что биография немножко сложная, прошу прощения, я все это говорю, потому что у меня еще до очень глубокое знание ситуация в Украине. Я, как я сказал, я открыл PR-агентство, и мой самый последний киевский клиент был конец 2021 года. Ну вот, вы сами понимаете, да, как это интересно. Да. Поэтому я был в Киеве в 18-м году, в 19-м году, в общем, я был в Киеве около 30 раз, 30 раз, но в последней поездке был в 18-м и 19-м годах. И я все видел, я все видел, я все понял, я все слышал, я все знаю, мне ничего не надо объяснить, когда говорят о нацизме в Украине, мне ничего не надо объяснить, я все это видел, я все понимаю. Меня удивляет, когда русские люди говорят, там нет нацизма в Украине, «Как? Вы были на Украине? Нет, не был, но тогда молчите, я был на Украине, я был на Украине очень много раз, я могу все рассказать». Ну ладно, вот моя короткая биография. Джон, очень интересно ты сказал об Украине, дело в том, что, в общем-то, у меня отношение к Такеру Карлсону, во всяком случае, было самое хорошее отношение, я его очень уважаю как опытнейшего журналиста, как человека с очень гибким и интересным умом, но в последнее время и я, и очень многие в России, в общем, сильно, я бы сказал, наверное, разочарованы и, может быть, даже сердиты на то, что происходит в последнее время, особенно то, что было после его интервью. Я совсем не для того, чтобы обсуждать Такера Карлсона. Многие оказались разочарованы, во-первых, тем, как он провел интервью с Владимиром Путиным. Все ожидали немножко другого, и в ключе вопросов, и, собственно, в принципе. Но, более того, многих поразило другое, как Такер несколько изменил риторику, когда приехал в Соединенные Штаты. Да, я тоже замечал, что, когда он вернулся в США, его поведение было очень странное, очень странное, нетипичное. Такер, действительно, ощущение, что брал из заложника его жену и дети, такая, ну, я как-то чуть-чуть привлечиваю, но только чуть-чуть. Действительно, все очень странно, потому что он человек, который всегда копает глубоко, он хочет понимать все глубоко, он слушает внимательно, он человек, который уважает факты. Я скажу, мое отношение с Такером, но лично мы с ним не знакомы, но я только начинал его смотреть во время пандемии, во время пандемии. Только тогда я начинал смотреть. И он был реально такой, как мы говорим на английском, как глоток свежего воздуха. Он единственный журналист, который говорил правду о пандемии. Ну, как говорить правду? Он начинал задавать вопросы, очень неудобные вопросы. И тогда мы не все поняли, что происходит. Мы чувствовали, что это не так. Мы чувствовали. Но только нам, американцам, помогло как-то навигать. Но ты просто... Сориентироваться. Да, сориентироваться и жить в этом ужасной ситуации. Но еще раз, Токар Калсен, да, он стал странно себя вести. И почему? Потому что вы понимаете, что наша Америка, главная элита, самый страшный враг – это Владимир Путин. Он самый страшный враг – главная элита. Но понятно, потому что он единственный глава государства, который сказал глобалистам, «Все, конец». Ваше время пришло к концу. И поэтому его так ненавидят. И даже по этому вопросу, даже Токар Калсен не может сопротивляться глобалистам. Он не может. Но я могу это говорить, допустим, я могу говорить часто открыто. Мне не нравится Владимир Путин. Мне очень нравится. Но я маленькая рыбка. И никакие последствия не будет пока. Пока я маленькая рыбка. Но большая рыбка, как Токар Калсен, он не может это говорить. Я думаю, что лично он уважает Владимир Путин. Я думаю, что да, он реально уважает. Но он не может это говорить. Потому что, представляете, Токар Калсен, если он говорит честно, мне не нравится Владимир Путин. Сколько десятки миллионов людей смотрит Токар Калсена. Это была революция в американское сознание. Вдруг десятки миллионов американцев скажут, да, да, Владимир Путин реально классный такой человек, хороший глава государства. Жалко, что у нас нет такого президента в Америке. Наши элиты очень боятся этого. Они очень боятся. Они очень боятся, что мы даже ездим в Россию. Они делают все, чтобы не пускать американцев в Россию. Чтобы мы своими глазами не видели правду, что в вашей стране все гораздо лучше, чем в Америке сейчас. Но приблизительно так. Я как раз сегодня писал статью на эту тему. На самом деле, да, Джон, все, что ты сказал, это очень соответствует, в общем, и тому, что многие мои зрители думают, и то, во что, собственно, верю я. Потому что Токар действительно показал себя с иной стороны. И это абсолютно понятно, что элита внутри США, она сейчас очень судорожно пытается бороться за умы избирателей, за умы общества. Но, однако, тем не менее, простые американцы, они совсем не так глупы, как американские элиты думают. – Джон, ты буквально недавно вернулся из Москвы. Ты мог бы в двух словах рассказать, в общем, что ты посетил, что ты видел в Москве, что тебя удивило, возможно, с тех пор, как ты последний раз был? – Да, у меня была очень плотная графика в Москве. Там много съемки было. Я выступил на много телеканалов, там, по-моему, два-три раза в день. Я был в Москве всего четыре суток, потому что я еще долго был в Петербурге, Новгородской области, Московской области и Ленинградской области. А в Москве, ну, я там выступил на телеканал «Звезда» четыре раза, было четыре интервью. Первый канал, как вы говорили, ТВ-центры, ну, как обычно, там «Известия» два раза, по-моему, «Известия РЕН-ТВ» и еще другие. Ну, как обычно, я даю интервью российским телеканалам уже семь лет, семь или восемь, может быть, уже семь или восемь лет, я вот дай мне. Поэтому это было приятно, наконец-то, встречаться с людьми, с кем я как-то сотрудничаю очень много времени. Это все, как бы, добрый волк, но да, я эксперт. Я эксперт. Если кому-то интересно, в план работы, которая оплачивается, я редактор, я главредактор журнала о Японии. Японский бизнес. Ну, вот, да, почему Япония? Потому что я не могу устроиться на работу, как эксперт по России. Потому что меня здесь не берут. Я человек очень сомнительный, очень ненадежный. Разумеется, Джон. Зачем брать специалистов, когда есть такие крупные величины, как Камала Харрис, как Виктория Нуланд, собственно, весь госдепартамент. Они же крупнейшие величины со времен Холодной войны, специалисты по международным отношениям и по России. Джон, кто заинтересован в специалистах старой школы? Да, да, невероятно, сколько у нас вдруг, сколько у нас экспертов по России. Я о них никогда не слышал раньше. Мы забыли о Майкле Макфоле. Да. Это один из моих лучших друзей был, когда я был очень активен в Твиттере. Он меня заблокировал просто сразу же. Да, да, да. Он такой, да, смешной человек. Да, к сожалению, вот такие эксперты их продвигают. Они получают гранты, хорошее рабочее место, хороший офис. Потому что они говорят то, что Белый дом хочет слышать, то, что наша элита хочет слышать. И вот здесь, между прочим, хорошо, что мы это обсуждаем. Потому что получается, что наша элита – заложники своего вренья, своего пропаганды и ложи. Вот, интересный момент, да? Они реально думают, что Россия слабая, еще чуть-чуть, еще какие-то санкции, и мы победим, и Россия будет на коленах, и будет развал Российской Федерации. Они реально это думают. Потому что такие эксперты, как Майкл Макфолл, им это говорит все время. И у них нет других источников информации. Я еще расскажу. Когда я... Это было летом... По-моему, летом 17-го года я попал на закрытый такой ланч-обед. Закрытый обед наших олигархов. О, как это было интересно. Услушаю, там были такие первые имена. А, там был Сорос, Мерсер, Сара Мерсер. Ну, смотри, Сара Мерсер. Там еще вот Нина, как ее зовут, тоже какой-то наследница крупной, там что-то. Там собралось очень много олигархов. Я сижу за столом. Как раз Сара Мерсер рядом со мной. Мерсер, посмотри, Мерсер, семья Мерсер. Обвиняется в семье Мерсера то, что Трамп победил. Мерсер стоял за Трампа. Он миллиардер. И Сара его дочка. И она, она сейчас большой сторонник Украины не любит Россию. Это еще с летом семнадцатого года. Я сижу рядом с Сара Мерсер. Там другие люди. Там человек восемь за моим столом. Там, в общем, человек двести в зале. Four Seasons. Four Seasons. Такой очень важный ресторан в Нью-Йорке, в Манхэттене. И они, они все эксперты по России. Они все. Они мне, они начали говорят, что Владимир Путин хочет завоевать весь мир. И вот идет такой, почему мы собрались? Там было обсудить американская внешняя политика. Вот смысл этого объекта. И кто-то говорит, что Владимир Путин хочет установить мировое господство. Я как Really? Правда? И как вы это знаете? И вот я там что-то читал. Скорее всего, не читал Майкл Мэкфолл. Скорее всего. И потом они меня не знают. Они не знают, кто я. Я говорю, вот вы знаете, я работал в России, жил 20 лет. Я работал в Нью-Йорк Таймс, Блумберг, Ройтарс. Я могу говорить точно, что Владимир Путин абсолютно не хочет мировое господство. Наоборот, он хочет с нами сотрудничать. Он хочет взаимные, уважительные, выгодные отношения, чтобы всем было хорошо. Он хочет с нами договориться и работать. Дмитрий, когда это сказал, на меня, на меня напали. Вы что? Вы агент Кремля что? Вы агент Путина? Сколько Путин платит вам, господин Вороли? Ну вот, у нас такая страна, к сожалению. Реально такой низкий. У нашей велиты, я понимаю, просто есть низкий интеллект. Ответ очень просто. У этих людей очень низкого интеллекта. И поэтому столько проблем между нашими странами. Возникает вопрос. Вот у любого человека в России возникает вопрос. У нас есть определенные шаблоны у всех. И мы представляем себе мир именно исходя из этого. Как такие люди могут управлять крупным бизнесом? Как эти люди могут зарабатывать такие деньги? Они делегируют это специалистам, а сами находятся просто на троне? Да. Но я себе представляю крупного руководителя бизнеса как человека, который в любой момент возьмет штурвал в свои руки и начнет управлять сам в случае, если кто-то не справится. Ну, по сути дела, это капитаны корабля, которые не знают, как управлять кораблем. Или впечатление такое, что если бы Китаник тонул, а капитан кричал поддайте больше пару, мы сейчас как раз у нас все хорошо. У меня такое. Это театр абсурда. Есть такая поговорка корабль дураков. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Картина такая. Так, к сожалению, Америка стала такая страна, где, как мы говорим, самые худшие людей находятся в самых лучших местах и специально продвигаются таких. Почему? Почему продвигаются самые некомпетентные? Потому что ими легче управлять. Ну, для тех, которые самые высокие, сидят самые высокие, естественно, им выгодно, чтобы было дураков, чтобы были дураки на нижнем, ниже ими, да? Им так выгодно, так легче, очень легко управлять такими людьми. И меньше конкуренции. Да, да. Точно, да. У меня было такое в жизни, когда, в общем-то, я человек очень небогатый и мой доход крайне скромен и сейчас. Но были моменты, когда я вообще сидел без работы. И тоже, да, основная моя работа была это международный обозреватель. Я в свое время был редактором целого отдела. Но дело в том, что у нас в СМИ очень широко были представлены те, кого мы называем либералами. Они у нас до сих пор там сидят. Просто я не мог устроиться. И потом один из людей мне сказал, ну, понятно, твои политические взгляды это одно. Во-вторых, очень не нужны умные люди, потому что это всегда конкуренция начальнику. Джон, я хочу задать вопрос о том, что происходит сейчас в ситуации, когда Украина в таком положении, когда уже не хватает людей, когда уже нет ресурсов. Запад, даже Запад уже, как мы знаем, не одобрили в Соединенных Штатах 61 миллиард военной помощи, отправили какие-то там 300 миллионов долларов и то отправили в виде чего-то. Но, тем не менее, на Украине говорят, что у нас произошла ротация ресурсов и нам даже не нужна мобилизация. Мне интересно, твоя точка зрения, почему продолжают вести Украину к полному краху, потому что чем дальше сейчас продолжать все это, тем больше риск того, что Украина просто, грубо говоря, перестанет существовать как государство. Вот, и почему Соединенные Штаты продолжают настаивать double down and stupid? Почему продолжают удваивать ставки на идиотизм? Ну, это потому, что вы знаете, что скоро в президентские выборы и демократические партии не могут позволить проиграть в этом году пока, но до ноября, в ноябре наши выборы. Ну, потом, я представляю, как Белый дом просто так трясет Зелинского и говорит, оставайтесь на месте, держите фронт до ноября. И потом, потом у вас будет вилла, Флоридия или куда вы хотите, пожалуйста, Лондон, Флоридия, пожалуйста. Но, они делали все, чтобы держать Украину на плаву до ноября. Вы сами понимаете, если будет крак Киева, киевского режима до ноября, это будет огромный, еще один огромный позор Глобайдена. Но, Афганистан, люди уже все забыли о краке в Афганистане, да? Как бы, ощущение, что это было давно-давно, но это было всего два с половиной года назад, да? Да, это был самый большой позор, американская внешняя политика со времен конец Вьетнамской войны. Причем, прошу прощения, Джон, как я это вижу, сейчас, несмотря на то, что там у власти Талибан, там гораздо спокойнее, чем в те времена, когда там насаживали демократию. Да, да, совершенно верно. Да, но, пожалуйста, если они хотят так жить, пуст они живут, как хотят. Почему мы, Америка, всегда должен диктовать условия? Но, вы сами понимаете, почему. Ты, ты, давай, на ты, мы договорились, на ты, да? Да, на ты. Ну, да, поэтому, и насчет Украины, здесь так, к сожалению, я даже, я начинаю понимать, я как человек, который работал долго с Украиной, я тоже начинаю понимать, насколько глубоко было это промывание мозгов, именно вот этого радикализации украинского народа. я, я в шоке, насколько они действительно, ну, как немцы в 45-м году, именно они такие, как немцы были в конце войны, и, действительно, они могут сражаться до конца, как, ну, да, такое ощущение, что Украина переживает своя, ну, весна, 45-й год, что вот они переживают именно тоже такой крак, но они будут сражаться до конца, к сожалению, и, к сожалению, потому что люди будут дальше гибнуть, это бессмысленно, мы понимаем, что все программ, лучше просто было бы сдаться, оставлять либерал-глобалистов власти, нельзя, нельзя, они духовные наследники нацизма, поэтому, я реально считаю это новый вид нацизм, это четвертый рейк, вот этот либеральный глобалистический строй, это очень опасно, опасно для европейцев, опасно для всего мира, и это, наверное, тоже с этим закончу, как с нацизм в 45-м году. Какие шансы все-таки, что демократы действительно что-то придумают и победят на президентских выборах, поскольку... Победят, на 100%, победят, но на 99% они победят, я уверен об этом. То есть, огромные шансы, на твой взгляд, что Джо Байден все-таки пройдет на следующий строк, не факт, что у него хватит здоровья дожить до его окончания. Тогда Камала будет президент, Камала Харрис. тогда найдется, как у нас в России говорят, свято место пусто не бывает. Да. Всегда найдут. То есть, несмотря на то, насколько сильна сейчас позиция партии, господи, республиканцев, соответственно, все равно они что-нибудь придумают и не дадут Трампу пройти. Давай смотрим, чтобы понять ответ на этот вопрос, давай посмотрим, как в любое общество, какие самые главные рычаги власти, но в любой стране. Ну, это финанс, финансовый мир, это СМИ, это спецслужба, это военные, да, крупные промышленные компании, крупные технологические компании, да. На сегодняшний день все это главные рычаги власти, реальный власть в стране, в Америке, это все под контролем демократической партии. И в том числе федеральный аппарат. Почти все федеральные агентства, это агентства, да, я сейчас не говорю конгресса, сената, нет, я говорю федеральные агентства, налоговые, как treasury, наш Минфин, наш налоговый инспекция, все, 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 социальные службы, это все под контролем демократической партии. И система, как это, justice system, минюст, наш минюст, минюст, все под контролем демократической партии, все, речи, и власти в их руках. Голливуд, это тоже с ними, мир музыки, популярная культура, все это в руках, почему я говорю, потому что мир популяренной культуры, это очень сильно влияет, содействует на мышление молодежи, мышление народа. Они, демократические партии, полностью владеют мозгов американцев, финансовый мир, спецслужба, минюст, это все под их контролем, поэтому они победят, они точно победят. у республиканской партии ничего, ничего, кроме, у республиканской партии есть власть на местный уровень, какой-то отделный штат, например, штат Флорида, штат Техазия, штат Южная Каролина, только на уровне штата, но на федеральный уровень у республиканцев нет серьезного рычага власти. Еще раз, демократическая партия победит на выборе в ноябре, на президентские выборы, может быть, это будет Джо Барри, может быть, Камала Харрис, посмотрим. Один из моих собеседников, определенно ты его знаешь, Скотт Риттер, замечательный совершенно во всех отношениях человек и со своим очень острым, интересным взглядом многое, крайне интересно его слушать и с ним говорить. Он сказал одну вещь, согласишься ты или нет, не в том плане, как проверить слова Скотта, а в плане узнать мнение политолога не из военного мира. Скотт сказал, что для России было бы лучше, если бы на выборах победил Джо Байден, а не Дональд Трамп, по той причине, что Джо Байден абсолютно предсказуем, и политику нынешней элиты, которая сейчас у власти, да даже будь то Джо Байден или кто-то другой, можно просчитать. Она плохая, но ее можно просчитать и можно планировать. Что касается Дональда Трампа, то здесь этот человек непредсказуем, и начиная прежнюю кампанию, по сути дела, с позитивного нарратива в отношении России, мы установим хорошие отношения. Закончилось тем, что Дональд Трамп был крайне резок, и в общем-то его политика по отношению России была не очень-то хороша. Ну, я понимаю, что он говорит, но я не согласен, потому что я смотрю на этот вопрос, как, я как человек, который все равно, я хорошо знаю нашего элита. Я знаю нашего элита неплохо, и я знаю, что они хотят. Я могу говорить без всяких привлечений. Они поняли, что наступило время установить мировое господство, наше американское мировое господство. Между прочим, меня так воспитали в детстве. Папа всегда сказал, Джон, ваше поколение будет установить мировое господство, на нашей великой американской империи. Поэтому Джо Байден не выгодна в России, потому что он есть глава этого группы глобалистов. давай так, приблизительно есть какое-то пол-бюро, которое контролирует нашу Америку. Байден понятно, что он не один такой президент. Там есть человек десять, который реально управляет страной. это там и Сорос, и Хиллари Клинтон, и Бабама. Понятно, как Пелоси, Шумер. Все главные бандиты, вы их знаете. И все, они уже нет обратного пути. Они перешли в Рубакон. Можно так говорить по-русски? Они перешли они перешли Рубакона. Все. Задача уничтожить Россию. Поставить Россию на коленок, потом раздробить Россию, как был распад Советского Союза, чтобы был распад Российской Федерации, и потом установить контрол на новые государства, которые будут там приблизительно 8-10 новых государств, и полностью мы будем брать контрол на евроазиатское пространство. Это не моя выдумка. Много людей в нашей элите обсуждают этот сценарий, этот план. Уже давно. Я никогда не забуду, первый раз я слышу этого плана. Я скажу, это тоже было летом 2017 года. Один товарищ, журналист, который сотрудничает с Atlantic Council, это институт, который связан с нашей спецслужбой, Пентагона, летом 2017 года. Он мне сказал, он мне сказал, вот это план, то, что я вам сейчас рассказал. Я думаю, что, Джим, ты какой-то сумасшедший, не может быть такое. Я тогда был еще немножко наивный, я не верю, что такого может быть, но как наши элиты могут даже думать об этом, побудить Россию, раздробить Россию, но это полный бред. Я знаю, что это невозможно, но они верят в свои ложи, собственные пропаганды ложи. Россия слаба, еще чуть-чуть, еще какие-то санкции, и будет распад Российской Федерации. Они так думают. Но это страшно, потому что это значит, что люди неправильно оценивают перспективу, и это может действительно привести напрямую к ядерному конфликту, то есть они могут позволить себе сделать именно те шаги, которые как Скотт Риттер опять же говорит, просто вынудят Россию применить ядерное оружие, поскольку будет угроза, экзистенциальная угроза стране, ее будущему и безопасности. А в этом конфликте выживут наверное только насекомые. Да, да. Я тоже хочу подчеркнуть здесь, что я давай так, два с половиной года назад, когда началось все это истерия, что помнишь, конец 21-го года наши СМИ начинали говорить, о, Россия хочет напасть на Украину. И меня стало, я думаю, нет, что-то здесь не так, я понял, что-то не так, что-то странно. Я знал, нет, я знал, что наши готовы напасть на Донбасс, я знал это, я понял это. но я тоже сомневался в этом, потому что я думаю, но наши, я думаю себе, я думаю, наши элиты не могут быть такой глупой, они, наши элиты должны понимать, напасть на Донбасс, это значит большая война с Россией, но наши элиты не могут быть такой глупой, нет, они не могут быть, я так себе говорю. И потом, я никогда не забуду, 17 февраля, 17 февраля 22 года. Моя знакомая в Донецке мне звонит, ну звонит, пишет, пишет на Telegram, Джон, нас бомбят, бомбят, по вселенной фронте киевский режим бомбят нас. Война началась, это 17 февраля 22 года. Я думаю, что не может быть, но как, что, я еще тогда, Дмитрий, у меня еще бы немножко вера в наши элиты тогда, у меня еще чуть-чуть остался, но не может быть, но как, разве они хотят начать войну с Россией, зачем, но зачем, у нас во время холодной войны всегда был не писан, как, не писан, не писан, как это, не писан, не писан закон, не писан закон, нельзя идти на конфликт с Россией напрямой, пожалуйста, Никаруагуа, Ангола, Афганистан, пожалуйста, Вьетнам, но только не напрямую, ни у самой границы, ни у европейской границы Россия, ну, Советский Союз, поэтому я не мог верить, что наша элита пошла, ну, напасть на Донбасс, я был в шоке, это говорит еще раз о том, что они верят в свои собственные ложи и пропаганды, что Россия слабая, мы можем делать все то, что хотим, Россия всегда будет отступить, Путин всегда будет отступить, мы можем перейти любое красное линия, ваше красное линия, и мы считаем, что ничего не будет, и да, это реально может закончить очень плохо, как ты говорил. Джон, я боюсь, что я уже занял гораздо больше времени, чем у тебя было, хотя осталось еще пара интересных вопросов, исходящих из того, что ты уже сказал, если у тебя еще пять минут есть, я их задам, если нет, то мы перенесем, еще можно. Исходя из этого, Джон, неужели они не понимают, что их ресурсы уже на исходе, поскольку нечего дать Украине, нет боеприпасов, их нужно годами восполнять, эти расходы, стратегические запасы в Израиле, которые были у Соединенных Штатов, они, в общем-то, сейчас, во-первых, нужны Израилю, поскольку Израиль в состоянии уже серьезной войны в Газе, возможно, какие-то из этого отдадут Украине, но это не решит абсолютно никак ситуации, потому что масштабы войны на Украине, это масштабы мировые уже, во сути дела, масштабы мировой войны, несмотря на то, что линия фронта несколько меньше, чем в прошлую мировую войну. Неужели, какими ресурсами они собираются дальше воевать с Россией, во-первых, и во-вторых, они должны понимать, что война, это закончится, значит, они, исходя из своих целей, должны организовать очередную войну, что тогда это будет? Это будет Молдавия, это будет Армения, это будет какая-то из бывших республик СССР, если у них цель, то они совершенно верно, они, поняв, что потеряли Украину, будут шатать какое-то другое место. Это интересно, когда мы видим, как Вашингтон наезжает на такие страны, как Пакистан, чтобы Пакистан послал боеприпрасы в Украину, чтобы Индия послала боеприпрасы в Украину. Но это говорит то, что да, у нас все тактически закончилось, я думаю, вы знаете, после закончания первой холодной войны сократилось, закрыло очень много войных заводов у нас. И восстановить этот мощь, помощный мощь, очень сложно, ни за один день, даже ни за три года. Поэтому, да, я допустим, что если Китай начинает конфликт, ну, Тайвань, Тайвань, это есть Китай, но если там начинается конфликт, что США будет делать? понятно, что хорошо, там наш военноморский флот, там греш не идет артиллерия и танки, но все равно, я думаю, что мы не можем долго воевать против Китая, истышается наша военноморш, уже много лет, ну, как минимум три года, чтобы наращивать это мощь. Поэтому сейчас мы так ощущение, но хорошо, я не эксперт по военным делам, и понятно, что нет достоверной информации, сколько еще остался у Америки всякий там военный мощь, и бой при празднике, понятно, что никто нам не скажет никогда, но я чувствую, что, скорее всего, наши блофуют, блофуют, они скрывают свои недостатки, скрывают свои слабости, они очень хорошо это скрывают сейчас, как обычно, мы сильные, мы самые сильные, мы самые мощные, но на самом деле, я писал об этом еще полгода назад, что НАТО, НАТО это уже бумажный тигр, реально бумажный тигр, у нас нет, у нас нет такой военной машины, которая может, например, воеваться с Россией на земле, ну, в план армии, да, но еще раз, я не эксперт по военным делам, но мы не можем, я уже понял, что ваша армия гораздо мощнее, чем все НАТО вместе, да, в план флота, военный флот, морский флот, да, у нас мы сильнее, воздушный флот тоже может быть, скорее всего, мы сильнее, но если речь идет о войне на земле, это у вас будет, у вас есть превосходство, это однозначно, поэтому, потом, американцы сейчас уже боятся большую войну с Россией, потому что, что мы будем делать, оправлять наш военный морский флот, в Черное море, но что она там будет делать, она, вы, можно утопить достаточно быстро, в такое маленькое море, наш флот не будет долго держаться, но можно еще куда оправлять, куда, оправлять на Владивосток, ну, хорошо, какие результаты будут, никакие, да, особенного, поэтому, я считаю, у нас в Пентагоне, в Вашингтоне, в Белом доме, реально паника, паника сейчас, они понимали, что они попали в своей роли, типа, ловушку, я, между прочим, посмотри, я писал об этом еще два года назад, полтора года назад, полтора года назад, я писал, что Донбасс, это ловушка, но посмотри, посмотри на фронт, она очень, вам выгодна, форма, просто форма фронт, вам очень выгодна, и таким способом идет демилитаризация, не только киевского режима, идет демилитаризация НАТО, да, вот это очень интересный такой момент, поэтому я, я шуточно называю это, называют это операция Ивана Сусанна, но я так, только джок, и операция, но я как, я раньше работал в Костромской области, поэтому я хорошо знаю Ивана Сусанна. Джон, огромное спасибо за сегодняшнюю беседу, я больше не могу задерживать тебя на линии, я могу только надеяться на то, что мы скоро снова встретимся и поговорим, разговор крайне интересен, и у нас масса тем для беседы, поэтому еще раз огромное спасибо. Пожалуйста, очень приятно было общаться. И до встречи в эфире. Хорошо, до встречи, спасибо. Здравствуйте, дорогие зрители, нельзя не признать, что остается определенное чувство тревоги за будущее мира, как в ближайшей, так и в далекой перспективе, озабоченность за то, как пройдут выборы в Соединенных Штатах, какова будет политика нового американского президента, либо нового, старого американского президента. Хватит ли здравого смысла у западных элит не довести наши отношения до высшей точки накала и до точки невозврата, я бы сказал. Как все разрешится и когда все разрешится на Украине? Разное мнение, а истина где-то в балансе между ними. Ну, что ж, как говорится, поживем увидим. И, как видите, опять же, нельзя не согласиться, что новые лица на канале это замечательно. Тем более, такое лицо, как Джон Вороли с его уникальным опытом, с его очень своеобразным взглядом как на мировую политику, так и на внутреннюю политику Соединенных Штатов. Мы с Джоном договорились, что такие интервью будем проводить регулярно, поэтому следите за уведомлениями. Масса вопросов, которые мы с ним будем обсуждать. Ждайте новых выпусков. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я представляю вашему вниманию, вы еще не подписаны на мой канал, прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь на мои дополнительные каналы, по сути резервные, на которых я дублирую то, что публикую в Ютубе, во всяком случае практически все, кроме стримов. Все ссылки на дополнительные каналы я, как обычно, указываю в описании к каждому выпуску. Дорогие друзья, если у вас есть желание и возможность оказать посильную финансовую поддержку мне и моему каналу, я вам буду глубоко признателен, как я глубоко признателен каждому, кто на данный момент ту или иную помощь мне сумел оказать. Огромное вам спасибо, друзья, каждому из вас. Кроме вас, иной поддержки у меня и у моего канала нет. Именно вы делаете возможную мою дальнейшую работу на этом канале, поскольку приходится изыскивать время, освобождать его от подработок, а подработки для того, что нужно просто элементарно поддерживать семью. Словом, если у вас есть желание и возможность поддержать мой канал, номера банковских карт и ссылку на сервис Donation Alerts я указываю в описании к каждому выпуску. Donation Alerts это сервис, позволяющий осуществить денежный перевод из-за рубежа. Далеко не из каждой страны, увы, но из ряда государств, как мы убедились, даже европейских это сделать можно. Еще раз огромное вам спасибо, дорогие друзья. А теперь без исключения всем друзьям, недругам, всем вашим близким, я желаю быть живыми, здоровыми, пусть у вас будет больше поводов радоваться, и пусть все, кто вам дорог, но кто находится далеко от дома и не в безопасности, скорее вернутся к вам в безопасное место, живыми и, по возможности, максимально здоровыми и невредимыми. Как всегда, искренне ваш автор и редактор этого канала Дмитрий Золотарев. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин